На каждом грузовике обязательно нужно сделать именно серебристый хромированный цвет, что ли? Сейчас подойдем, попросим, чтобы загрузили в груженном виде мы ее отдадим, хозяин. Настолько она большая, если бы ты ее увидел здесь. Китайцы не знают, что оттуда все взяли, что ли? То кабина на этот, то этот на сканью. Сейчас мы на ней дадим. На такой-то не хотел бы, вот на самофрале интересно работать. Может дадим сразу, в Махачкул заберем ее? У меня друг даже рассказывал, что бывает даже 65-60 тонн грузов. Что ли? Какая она глубокая? Знаешь, что? Бассейн можно здесь сделать, нет? Управление, честно сказать, на этой машине фавет очень даже хорошее. А я даже не чувствую, просто. Всем ассалам алейкум, друзья, приветствую всех. Мы находимся в городе Грозный. Мы приехали по приглашению Пири Авто, который занимается лизингом по нормам Шарята. У них поступили новые самосвалы. Тяжелая техника. Поэтому они нам предоставили один из самосвалов. Шакман, по-моему, X3000. Сейчас мы зайдем в офис к ним, пообщаемся, уточним поверхность и моменты насчет лизинга. Заберем ключи и поедем за шакманом. Так что, любители тяжелой техники, досмотрите этот ролик до конца, так как эта машина даже мне не знакома. Очень интересно посмотреть, прокатиться на ней по трассе и по бездорожью. Так что, погнали. Вот такие легковые тоже здесь есть хорошие. 220, старые, разные легковые машины. Но мы возьмем сейчас грузовой. Так как мне очень интересно покататься. Ни разу не катался я на самосвалы. Давай. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум, Ассалам. Хабиб зовут. Сайт Хусейн, менеджер компании «Берия Автода». Брат, прежде чем забрать самосвал для обзора, хотелось бы немного ознакомиться с вашей компанией. В первую очередь для меня интересно узнать, как у вас работает компания. Лезли по нормам шаряда. Да, да, да. В целом, как я могу приобрести себе, либо машина будет легковая, грузовая, как я могу приобрести, какие у вас условия. Давайте я тогда коротко расскажу просто о нашей компании, чтобы у нас общее понимание было. Компания «Берия Автода» работает на рынке с 2019 года, именно на Северном Кавказе, а так, наше подразделение. Но с 2013 года по всей России работает наш основной офис. На данный момент у нас есть офисы в Дагестане, в Махачкале, в Грозном и в Москве есть у нас офисы. Предоставляем, как уже сказали, легковой и коммерческий транспорт, также оборудование, спецтехнику, то есть огромный спектр, можно сказать, предоставляемых услуг. Да, у нас лизинг без участия банка, то есть по нормам шариата, то есть это без банков, без штрафов, пении, без процентов. После заключения договора цена на автомобиль у нас не меняется ни в коем случае, ни в вашу, ни в нашу сторону, то есть итоговая стоимость фиксируется. Так как я уже сказал, что мы работаем без банка, соответственно, кредитная история, официальное трудоустройство, справки с места работы, оборудование, доходы и так далее не требуется. Паспорт и водительские права, вот, без перечения документов, которые от вас потребуются. Я это просполнял. У вас, получается, разница, и легковая машина, можно взять, и грузовая машина. Да, да, да. У вас у самих есть машины? Какие машины есть у вас на продаже? Новые или же бывшие машины с пробегом? Да, в наличии есть у нас как новые автомобили, так и автомобили с пробегом. На данный момент, так как у нас парк автомобилей практически каждый день меняется, там, я думаю, озвучивать на данный момент смысла нет, поскольку сегодня есть, завтра нет, как говорится. По поводу спецстерники, да, спецстерники у нас есть и в наличии, несколько штук. Также у нас основно работаем под заказ, то есть практически любую технику мы можем вам предоставить. Также вы сами можете найти интересующую вас технику, можно выкупить и предоставить ее вам просрочку. Вот как раз этот вопрос интересный был. Если я найду у кого-нибудь грузовик, будь она легковая машина, если я у кого-то услусти, например, захочу у своего друга же взять машину, у меня нету, отдать ему сразу наличку. К вам обратиться и через вас могу купить. Да, конечно, мы за полную стоимость у вашего знакомого эту технику окупаем и вам уже на условиях лизинга можно предоставить технику. На технику у нас как раз таки действуют хорошие условия. Это первый взнос от 10% на новую технику, если смотреть. И среднее годовое удорожание от 12%. То есть даже если сравнивать с банковскими условиями, они намного выгоднее получаются. До пяти лет также можно предоставить технику. Первый взнос обязательно 10%? Первый взнос, да. На новую технику 10% это минимальный первый взнос. У нас доступный. И как я уже сказал, до пяти лет можно предоставить. А любой желающий абсолютно с Россией, если он принял гражданство, российское, может... Конечно, да. Может приехать, проконсультироваться, узнать условия на интересующую технику или автомобиль. И в случае, если он подходит, может, по сути, день в день заключить договор и готовиться к получению. Это в целом процессе проходит? Ну, если машина, например, у нас в наличии, то там порядка, максимум от двух до десяти дней это получается. То есть, там бывают машины, которые у нас в наличии, но они еще не подготовлены. То есть, мы для удобства наших клиентов делаем им страховку, оформляем эту машину. А это уже, сами понимаете, какое-то время занимает. В среднем... Так, если под заказ машина, то 15-25 рабочих дней. Если машина по России. На коммерческую технику, там уже тоже, в зависимости от того, где она в наличии, примерно такие же сроки получаются. А есть разница, как маркерить? Вы можете любое... Нет, любое технику, которое на данный момент на рынке доступно, мы можем предоставить, выкупить. То есть, тоже, где-то ограничений в этом тоже нет. Европейские? Европейские, любую. У нас давно идет сотрудничество с Кореей, с Арабскими Эмиратами, с Европой. То есть, любую машину откуда угодно можем доставить и предоставить. Все, я думаю, понятно, для меня. Я могу уже подумать. Да. И людям тоже, которые интересуют. И все, я думаю, для всех ясно. Для связи, чтобы могли обратиться, оставим здесь номер телефона. Если кому интересно, можете обратиться, есть у них в Грозном офисе, также есть в Уфачкале и также в Москве. В Москве, да, есть. Любой из них в офисе, можете обратиться и еще раз проконсультироваться вам. И уже для обоихсящих. Уже не терпится, хочется побыстрее поехать, посмотреть на сам самосвал, шахман. Все, вопросов уже нет, осталось. Поехать, забрать этот шахман и прокатиться на ней. Ну что, друзья, встречайте, шахман X3000. Самосвал, который нам предоставили компания Бери Авто, лизинг по нормам шариата. Им огромное благодарность за то, что предоставили вот такую машину мне прокатиться. Так как я ни разу не катался на такой машине, поэтому хочется попробовать проверить для себя и также показать вам, друзья, чтобы вы могли тоже посмотреть на эту машину. Поэтому я скажу свое личное мнение про данный самосвал. 2022 года 430 лошадей, 4 на 4. Вот 4 рулевые и сзади 4 ведущие. Поэтому давайте пройдемся, посмотрим по внешнему виду. Начнем спереди. Вроде как я знаю, это кабина Атмана. Я громко разговариваю, плохо слышно, что здесь вокруг суета, работа, карьера. А так начнем. Фары очень красивые. Фары очень красивые. По свету не знаю, как они себя ведут ночью. Как видно, не знаю, поэтому проверим сейчас. Стемнеет как раз. Кабина, в общем, в целом сказать, очень красивая дуга, там верхние лампочки, все есть. Вот есть обзорщик, который снимает, вот недавно смотрел, он хороший обзор снимает. Но, дружище, мне не понравилось Трукт-ТВ, который ты хайл. Именно вот этот момент китайцы свое сделали, пикнули туда, вот по именно вот значке золотистого цвета сделал. Почему, дружище, вот ты так говоришь, очень даже красивый цвет, мне все понравилось, все красиво сделали, подходит. Золотистый цвет, что на каждом грузовике обязательно нужно сделать именно серебристый, хромированный цвет, что ли. Вот красиво смотрится. Нет, разве, друзья, напишите свое мнение тоже в комментариях, так как разве плохо смотрится это. Также давайте пройдемся, зеркала большие, немаленькие, очень даже удобные. И ручки на нее от скани, как вы поняли, китайцы не знают, оттуда все взяли, что ли. То кабина на этот, то этот на скани. Но двери очень хорошо закрываются, я сразу это обратил внимание, смотрите, как хорошо закрываются они. Даже на Вольве настолько так хорошо не закрываются, просто вот так отпустил, они уже закрываются. И также форточка здесь есть, форточка тоже вроде как с этой стороны, она похожа на сканию. Так, давайте еще, вот здесь, вот здесь запаска. Она сама весит 20 тонн, а на нее можно загрузить 40 тонн. У меня друг даже рассказывал, говорит, бывает 65-60 тонн грузим. Минимальный тоннаж 40 тонн грузят. Поэтому можно загрузить, если 65 тонн загрузить, и также 20 тонн, уже получится 85 тонн. Не знаю, интересно, к сожалению, она пустая, загрузить сейчас не получится. Поэтому мы ее проверим, только пустую. Также вот здесь мочевина, он сюда заливается мочевина, чтобы экологию не портить. И алюминиевый бак 500 или 600 литров, примерно так. Только здесь один бак. Я думаю, хватает это для дальних дорог, поэтому 600 литров хватает, алюминиевый бак. А раньше на кузов F2000 было железный бак. А железный бак ржавее там. Ну, в целом, этот момент учел китайцы. И поставили здесь алюминиевый бак. Это очень даже хороший. Ну, можно сказать, китайцы делают вещи, потому что они развиваются, они умеют на самом деле делать любую вещь. Насчет этого китайцы молодцы, потому что они не стоят на одном месте, делают даже грузовики, делают любые машины в целом можно стоять. Вот борт у нее, видите, еще большая такая борт, то, что на нее можно... Они бывает даже поменьше, но на это видите, какая она большая, на нее можно большой тоннаж загрузить. Вот ведущий, на нее проходимость очень даже хорошая, она сделана для таких дорог, чтобы она с любым тоннажем ехала. И также рама у нее усиленная, на нее можно загрузить сколько угодно тоннаж. То есть кабина открывается, а для того, чтобы кабину открыть, когда вы выгружаете, открываете вот эти штуки с обеих сторон. И этот расслабляется, цепь, и вы, можно сказать, вы выгружаете. Фары неплохие такие. И колеса у нее, какие колеса? Какие большой протектор, они спокойно можно. Я думаю, и зимой, и летом. Вот здесь воздушные эти бочки. Воздух здесь. Также здесь фильтр. А и аккумуляторы. Аккумуляторы тоже здесь. Я думаю, хорошо подошли. И вот здесь открывается масло. Открывается, закрывается. Когда вы куда-то уходите, оставляете машину, вы закрыли масло, отключили точнее масло. И спокойно, чтобы замыкания, всяких моментов, чтобы не было. И чтобы аккумуляторы долго сохранились. Поэтому советую всем отключать масло. Также выхлопная система. И вот сюда заливается АТФ. Это гидро. Чтобы поднимать борт. Поэтому сюда заливается АТФ. И вот с кнопки вы отнимаете. Внутри есть кнопка. И поднимаете ее. В целом, сейчас мы на ней прокатимся. И проверим. Давай мы сядем внутри. И проверим, как она себя ведет по карьеру, по бездорожью и по трассе тоже. Аккуратно. И прокатимся. Что нас не загрузят, интересно ли здесь? Сейчас подойдем, попросим. Чтобы загрузили груженым, видимо, ее от один хозяин. Здесь знаешь, Настолько она большая, Если бы ты увидел здесь, Можно камеру как-нибудь мне сюда дать? Что ли? Какая она? Глубокая. Знаешь, что? Что угодно? Бассейн можно здесь сделать. Когда стоишь, загрузку лету. Вот он залил. И все. И ты прыгаешь оттуда. Ух! Буш еще не отец. Обычно это самославы, вот такие бывали, маленькие. А на нее, она видит, Еще этот, Добавили еще вот такое. А это для чего интерес? А, держались, видимо. Но в целом, да, она большая. На этом мы можем... Песок, щепень, Что угодно грузить. И работает. Вот такие ступеньки тоже есть? Если что, чтобы подняться. Чего? Чего? Опас! Ну что сказать, друзья? Интересная машина, интересная работа. Шахфан. Икс-3000. Что, покатить? Да, для меня это что-то доброе. После фуры, Поэтому, Я, возможно, Возьму ее. Ну ее, атакую себе. Счисто, чтобы кататься. Хочется, на самом деле, проверить. Хочется самому уезжать И работа. Как-то разнообразить. Я такой-то не хотел бы, Вот на самосвале интересно работать. В общем, друзья, На этой машине Механика. Вы, наверное, спросите, Те, которые не знают, Не разбираются В таких машинах. А чему механика? Она новая. На автомате, Она просто с таким, Перегрузилась по таким дорогам. Она просто Автомат не осилит это все. Поэтому, По бездорожью, Чтоб кататься, Должна быть механика. Механика должна быть, друзья. Ух! Руль у нее очень красивый. От скани, видимо, Тоже похоже на скани. И здесь все кнопки есть тоже. Также сигнал. Сюда нажимаешь. Маленький такой сигнал. И, не знаю, Вот это почему, Большую вот сделали. Вот тоже для борта. Для вода. Обогрев флобового стекла. Тоже Очень удобная вещь. На фурах Нету таких Обогрева. Управление, Честно сказать, На этой машине Управление Очень даже хорошее. Мягко крутится. Гидравлика. Потом Зеркала. Зеркала молодцы, Но насчет зеркал Китайцы молодцы, То, что сделали. Очень удобно. Прямо вот такие Огромные. Назад подавать. Видите, Такие большие. Такое есть. Поэтому Передние зеркала есть, Чтобы Передний этот Обзор смотреть. Также На этой машине Есть вот такие Вот Так открываешь, Когда солнце светит. Только Правда Отсюда Большое Окошко Оставили Они В этот момент Мне не понравилось. Но в целом Есть здесь Люка А так Спалка Спалка Пока твоя Машина Грузит Ты можешь Здесь отдохнуть. Ну Вот Это Не нравится Почему Она вот так Бьет. Это Геть Нормально Так Бывает. Может Из-за того Что Она Пустая Но Почему То Пьет Он Вот Здесь Под Стаканчики Кофе Стаканчик Поставил И Все Кофе Пьешь И едешь Вот Здесь На приборе Все Показывает Аккумуляторы Потом Воздух Там Масло Километраж В общем Современная Машина Современная Китайцы Молодцы Насчет Этого То Что Каждым Разом Они Делают Хорошей Машине Думают Работают Значит Это Молодцы Это Хорошая Машина Для тех Кто Ездит Интересно Интересно Прикалывает Мне Эта Машина Я Возможно Возьми Себе Такой И Сам Буду Ездить Ящик Что-то Ящик Интересно Какой Ящик Есть Там Наверное Сложно Открывается Предохранитель Вот Там Тоже Удобно Все Открыл Аккуратно Сделали Даже Чтобы Открывать Доступ Доступ Делали И Что еще Сказал Мне Вот Не понравилось Зачем Эту Большую Сделали Как будто Здесь Баклажку Кто-то Собирается Ставить Не хватает Что Для Чего Я Не Понимаю Сейчас Мы Проверим Ее Как Она Поднимется На Такой Поднёме Даже Не Чувствую Просто Если Я Это Кручу Она Поедет Просто Не Почувствую Ты Чё Идрис Сейчас Подожди Я Тебе Говорил Просто Здесь Кручить Надо Сейчас Поднимем Бортик Я Ни Разу Не Поднимал Бортик Сейчас Попробуем Как Думаю Получится Это Сделать Так Давай Нужно Нажать Слепление Кнопка Здесь Всё Четвертая Слабость Да Вот Она Поднимается 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 Сделали Большую Дырочку Здесь А так В целом Машина Понравилась Если Это Была Боя Сфера Я Бо Её Взял Почему? Потому что Удобная Современная Машина На ней Кататься Можно сказать Одно Удовольствие Работать Поэтому Я Всегда Думал Что На Самославе Работать Это Какая Та Очень Тяжелая Работа По Сравнению Ездить Дальнобой Думал Это Очень Сложная Работа Сложная Работа На Старой Машине Работать А Так На Этой Машине Работать Ездить Зарабатывать Это Очень Хорошая Работа Поэтому Мы Сейчас Прогонит Все Сейчас Мы На ней Дадим Фары Ключил На трассу Выедем По трассе Тоже Мы Проверим Как Она Ведет Себя На Скорости Кармаза Кармаза Надо Кстати Проверить Я На ней Даже Не Разогнался Нормально На ней Хорошо Чего У нее Себе Тормоза Себе Тормоза На Санат Сейчас Мы Небольшой Круг Сделаем Контрасс Тоже Сейчас Мы Выезжаем Может Дадим Сразу Махачкул Заберем Ее Такое Удобное Она Эдрис Как будто На легковой Машине Ты Выезжаешь Видишь Не Чувствую Даже И Нас Скорость Как Поставить Вот Ты Настал Вот Старая F2000 По сравнению F2000 Она Совсем Другая По Трассе Нету Эти Скачки Только По Бездорожью И И То Пустая Круженая К сожалению Не Получилось Покататься В целом Свет 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 Тоже Сейчас Надо Попробовать Мне кажется Хороший Свет Диодные Лампочки Там Все Как Положено Современный Савасмал Шакман Икс 3000 Ну Скажу Тоже Небольшой Есть Решил Помимо Шакмана Ситрак Хоу Почти Одинаково Мне сказали Особо Такой Разницы Нету Я Еще Не Ездил Я Еще Не Ездил На Ситрак Ситрак Хоу Поход По-моему Одно И Тоже Разница На Комплектация Вроде Как Ситрак Хоу Наш ролик Друзья Подходит Уже К концу В общем Скажи Своё Мнение До Данного Автомобиля Мне Она Подравилась Она Очень Хорошая Поэтому Хочу Поблагодарить Компания Бери Авто Лизинг По Нормам Шариата За то Что Предоставили Данный Автомобиль Для Обзора Так Как Это Для Меня Новое Что-то Поэтому Это Автомобиль Как Я знаю Уже Продан Так Как Они Улетают Просто Как Семечки Для Тех Кто У меня Спрашивал Где Купить Самосвал Где Купить Вольво Тягач Там Вот Самосвал Можно Обратиться К Пери Авто И Оформить Лизинг По Нормам Шариата Ездить Зарабатывать Так Что Всем Огромное Спасибо Первую Очерк Компании Бери Авто За то Что Предоставили Данный Автомобиль И Также Зрителям Посмотрели Этот Ролик Так Что Поддержите Нас Поставьте Лайк Отправьте Своим Друзьям И А мы Будем Дальше Снимать Обзоры Разные Грузовики Скорее Своей Следующий Грузовик Мы Возьмем Уже Другой Самосвал Может Китайский Может Европейский И Вообще Напишите В комментариях Что бы Вы Хотели Увидеть Следующим Грузовик А мы Уже Завершаем Завершаем